Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео. И боже мой, сколько же всего происходит в мире криптовалюты. Это просто сумасшедший драйв, который не отпускает. И если ты пропустишь хотя бы один день, ощущение, что не был здесь целый год. За это мы и любим криптовалюту, не так ли? Итак, почему биткоин падает? Почему падают Cardano, Solana, XRP и все остальные криптовалюты? Что задумал Илон Маск? Зачем Твиттер превратился в Викс? Давай разберем все эти причины и события. Таймкоды будут в описании. Но перед началом не забудь поставить лайк. Кнопочка вон там внизу. На последних видео мы набирали очень много лайков. И это очень приятно. Большое спасибо. Итак, американский рынок все еще зеленый. Но вскоре после открытия, скорее всего, последует за этим дампом. Почему? Потому что всего спустя два дня нас ожидает большое заседание ФОМС. Американский рынок и рынки по всему миру, как правило, становятся медвежьими, потому что люди ожидают худшего почти каждый раз, когда случается это событие. В эту среду состоится еще одно такое заседание ФРС, и это событие уже включено в цену сегодня. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в среду составляет практически 99%. Позитивный момент заключается в том, что большинство аналитиков и банков считают, что это может быть последним повышением ставки. И это не только про ФРС США. Это также и про Европейский центральный банк, Банк Японии и так далее. Все они сходятся во мнении, что будет еще одно повышение прежде, чем рост ставки затормозится. Но это еще не будет точкой разворота их политики, это будет только пик ставки. Но рынок все равно штормит каждый раз перед заседанием ФОМС. Ведь даже зная, что скорее всего ставку поднимут на 25 БП, люди не знают, что конкретно скажет Джером Пауэлл. В последнее время он был настроен продолжать политику ужесточения. Например, он заявил на прошлом заседании, что будет еще два повышения ставки, что было бы совершенно ужасно для рынков. Вот почему люди боятся этих заседаний ФОМС. Итак, это причина номер один, почему биткоин сегодня упал. Но до этого падения волатильность биткоина уменьшилась до годовых минимумов. Биткоин длительное время держался около 30 тысяч долларов. Это заседание ФОМС уже стало катализатором его движения. От того, что скажет Пауэлл в среду, будет зависеть, окажется ли этот поход вниз фейкаутом из этого коридора или нет. И если его слова окажутся позитивнее, чем ожидается, это будет хорошо для биткоина. Причина номер два – это лонг-сквиз. Так, за последние 24 часа было ликвидировано длинных позиций на 150 миллионов долларов. По большей части это кредитные позиции. И мы видим такое постоянно, когда у нас появляется огромное количество людей, которые открывают слишком много кредитных плечей. Мы часто после этого можем наблюдать цепную реакцию ликвидации, без которой цена могла бы и не упасть так низко. Мы говорили об этом в этих двух последних видео. Когда на рынке куча кредитных позиций, даже небольшой дамп инвесторам из Уолл-стрит может привести к большим сквизам цены. А мы как раз таки и видели то, как крупные игроки продавали биткоин и, соответственно, стартовали эту цепную реакцию. Причина номер три. Она достаточно неочевидна. Появилась новая монета, на которую я ранее не обращал внимания, хотя разговоры о ней шли с 2021 года. Но только сейчас объявлено о ее запуске. Это очень громкое событие, которое занимает тренды в Твиттере сейчас. И это проект Сэма Альтмена, человека, который основал OpenAI, компанию создателя ChatGPT. Это тот самый человек, который и дал старт революции искусственного интеллекта в этом году. Теперь о нем все говорят. Так вот он решил основать свой собственный криптовалютный проект под названием WorldCoin – мировая монета. Эту монету уже листят везде. На всех главных криптовалютных биржах планеты. Куобе, Кукоине, Байбите, ну и, конечно же, Бинансе. Итак, некоторые люди решили зафиксировать свои прибыли в других монетах, либо же просто конвертировать их в WorldCoin. Тем самым они оказали большое давление на биткоин и весь криптовалютный рынок. Я не в курсе событий, которые связаны с WorldCoin, но я провел небольшое исследование. И я не совсем понимаю, зачем это вообще нужно нам, криптовалютным энтузиастам. Разве что это указывает на то, что самокастодиальные криптокошельки – это то, в чем видит будущий создатель OpenAI. Но кроме этого, он видит будущее во многих других вещах, которые тебе не понравятся. Из-за того, что это криптовалюта от OpenAI, весь смысл этого проекта заключается в том, что WorldCoin – это по факту одна огромная схема KYC, то есть «знай своего клиента», то есть раскрытие личных данных пользователя. Только в исполнении искусственного интеллекта это выходит на совершенно новый уровень. Раскрываются не только данные твоего паспорта или адреса, но даже биометрические данные – сканирование радужной оболочки глаза, например. К тому же, с помощью Web3.0 это будет связано с другими децентрализованными приложениями, которые уже будут знать, кто ты такой, что ты реальный и уникальный человек, а не кусок искусственного интеллекта. Выходит, что WorldCoin – это как будто бы попытка Сэма Альтмена создать что-то, что будет отличать тебя от Скайнета или что-то в этом роде. Я не уверен, что мы хоть сколько-нибудь близки к такому в 2023, но я могу представить, как в будущем, когда все будет генерироваться искусственным интеллектом, будет очень сложно отличить человека от искусственного интеллекта. Сегодня в Телеграме я постил эту интересную диаграмму, которая указывает нам на то, что в США, например, ИИ сможет заменить 25% всех задач в ближайшем будущем. Возможно, тогда нам и понадобится что-то вроде WorldCoin. Но сейчас кажется, что мы немного опережаем события. Ну вот что такое WorldCoin – это проект KYC, который позволяет распознать, являешься ли ты человеком или нет. Но учитывая, что многие люди в криптовалюте хотят оставаться анонимными и зачастую приходят в крипту только ради этого, мне слабо верится, что настоящие криптоэнтузиасты в восторге от этой идеи. Неужели ты хочешь, чтобы тебя отсканировали в любом смысле этого слова и затем каждое приложение в App3.0 тебя узнавало? Что насчет покупки WorldCoin? Я бы его не покупал по озвученным причинам, но также потому, что, скорее всего, на старте он сразу же окажется сильно запамплен и новичков, которые попытаются на этом пампе заработать, используют как ликвидность для выхода. Но вот еще одна новость, которая появилась сегодня и которая, возможно, тоже спровоцировала продажу биткоина и других криптовалют на рынке, потому что некоторые люди хотят воспользоваться преимуществами WorldCoin и думают, что это будет просто нечто. Если ты посмотришь на экономику токенов WorldCoin, то увидишь, что существует 15-летний график разблокировки монет. Первый год не так уж и плох. Из 143 миллионов циркулирующих монет, 43 миллиона будут выделены на airdrop верифицированным пользователям и 100 миллионов выделены маркетмейкером. Но здесь есть один нюанс. В США ты пока что не можешь купить WorldCoin. И некоторые люди думают, что когда это можно будет сделать, то они получат большую прибыль, если конвертируют свои биткоины в WorldCoin сегодня. Потому что, по их мнению, когда в США можно будет покупать эту монету, американские инвесторы запампят цену. Но я бы так не делал. Итак, еще одна причина, почему биткоин упал, это как раз-таки WorldCoin. Для меня это хорошая возможность, если бы я продолжал свою стратегию усреднения по доллару. Мы же усредняемся не на взлетах цены, а на падении, не так ли? Иначе какой в этом смысл? Но биткоин не уничтожен этим типичным падением, вызванным страхом перед ФОМС, жаждой наживы на WorldCoin и ликвидациями на кредитных плечах. Поэтому, если ты из этого подавлен, не стоит себя так терзать. Мы пройдем через это. С одной лишь разницей, фундаментальные показатели биткоина еще никогда, никогда не были лучше, чем сегодня. 75% всех доступных монет держат долгосрочные холдеры. Краткосрочные холдеры же довольствуются 25% и то эти 25% с каждым днем уменьшаются. При этом количество адресов, на которых хранится более одного биткоина, бьет все рекорды и находится выше миллиона штук, что является историческим пиком. Так что фундаментально биткоин выглядит все равно очень и очень хорошо. И, наконец, напоследок, я хочу поговорить об этом. Пользуешься твиттером? Что ж, это больше не твиттер. Твиттер проводит ребрендинг и теперь выступает под названием Икс. Теперь мы не твитим, а иксим. В твиттере теперь в тренде Кситер, а не Твиттер. Что ж, давай напишем этот хэштег в комментариях под этим видео. Кситер, напиши прямо сейчас. Твиттер теперь официально переименован Викс. Думаю, что это очень оптимистично для криптовалюты и доги коена. Я также думаю, что Илон Маск хочет внедрить криптовалютные платежи, переводы и покупки. И, возможно, даже вознаграждение за создание контента в Твиттере, в криптовалюте. Кроме этого, если мы посмотрим на страницу Илона Маска, то мы увидим, что теперь он указал XD в качестве своего географического расположения. И люди думают, что это имеет отношение к доги коену, потому что вот это D это как раз таки логотип доги коена. Похоже, что Илон не отказался от доги коена, и, возможно, это подсказка, что что-то скоро произойдет. Какова же причина? Илон Маск хочет превратить Твиттер в приложение для всего. Платежи, банковское дело, глобальный рынок, блокчейн, криптовалюта, и все это будет работать на искусственном интеллекте. Приложение X. Это то приложение, где ты сможешь оплачивать вещи, платить за билеты, ипотеку, машину, покупать и продавать активы, торговать криптой и так далее. Вот что хочет сделать Илон Маск. И ребрендинг Твиттера может положить этому начало. Посмотри на это. Илон Маск говорит о своих амбициях и планах на Твиттер. Если все сделать правильно, приложение X может занять половину мировой финансовой системы. Послушай. По сути, если все будет сделано правильно, то приложение X будет обслуживать финансовые потребности людей до такой степени, что со временем он займет половину мирового финансового рынка. Ну или еще больше. Я не уверен. Но точно, X займет большую долю финансового рынка. X станет крупнейшим финансовым институтом. Но, как я уже сказал, не в том смысле, к которому привыкли люди. Просто это будет самая эффективная база данных для денег. В ней будет меньше всего мошенничества, и все будет в режиме реального времени. Любая проблема, связанная с вашими переводами и деньгами, будет решена в мгновение ока. И знаешь, что интересно? То, что Twitter, точнее уже X, получил лицензию на обслуживание денежных переводов уже в трех штатах Америки. Дальше, как говорится, будет. Нас ждут интересные времена, и чтобы их не пропустить, подпишись на канал и поставь лайк. Ведь здесь мы будем следить за всеми изменениями, буквально в режиме онлайн. Ну а меня зовут Богатейший Ди, и я рад, что ты со мной. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok